Продолжение следует... Продолжение следует... Кудык, вон мужичок. Походу крепкий орешек. На, ну ты какое-то лошьё. Вот в костюме перспективнее. Так не пойдёт. Я выбираю. Иди, разведи солидного. Я помогу. Окей. Ай, не-не-не-не, молодой, красивый. Давай я тебе судьбу расскажу. На бизнес, на любовь. Давай не начинай, иди себе. А чё ты ругаешься? Дай мне немножко денег на ребёнка. Я хорошо о тебе подумаю, и тебе прибудет. А не дашь, я плохо подумаю. Всё, отвали, попрошай. Ты иди лучше работай. Эх ты, чего ругаешься? Вижу, у тебя тоже дети есть. Тоже есть хотят. Эх ты. Ой, 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 ой. Девочки, ты чего? Что, будь всё в порядке? А я упала, да. А ты упала. Сердце, сердце забыло. Вызовите скорую. Не надо, не надо скорую. Мне лучше уже. Уже лучше. Слышно лучше? Да. Точно? Да, да. Всё хорошо. Да. Может, ты не садишься? Нет, нет, нет. Что бы я без вас делала? Не идти на меня. Спасибо вам. Спасибо. Ой. Поезд номер 75-й, малый пункт, забинили на первнадцать. Эй! Мой бумажник! Девочка, верни кошелёк! Держите её! Полиция, помогите, обина! Зачем падаешь, красивый? Возьмите её! Возьмите её! Возьмите её! Возьмите её! Вот лошары. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену Номинанта международной премии «Учитель года» от нашей страны Учителя математики школы номер 14 Милена Александровна Булатова Аплодисменты Спасибо большое, спасибо Милена, это успех теперь о нашем лоце Все буду говорить, смотри, даже мистер образования Поздравляю с номинацией, ты заслуженно Не поняла Светлана, давай не сейчас Упалась воровка? Где кошелек? Где кошелек, я тебя спрашиваю? Большое вам спасибо за оказанное доверие Это очень приятно Ну почему же не заслуженно? Ученики Милены Александровны победители Международных олимпиад, учатся в лучших вузах мира Кто, как не она, достойный этой награды? Ну конечно достойно Особенно если учесть, что лучшие из учеников Милены Это дети членов жюри комиссии, например Проигрывать надо Вы можете свои поздравления адресовать лично Милене Александровне в банкетном зале Приглашаю Зачем вы со мной бегаете? Я же ничего не сделала Пожалуйста, пустите меня Сейчас разберемся за чем О, сколько пообедали Где бумажник? Дяденька, вы чего? Какой бумажник? У меня нет ничего Мне просто плохо осталось Сердце Нормально ты бегаешь с больным сердцем Чего убегала, если не ты украла? Я просто испугалась сильно Вы так кричали Устите меня, пожалуйста Сейчас моя электричка уедет Мама с ума сойдет, если я домой не вернусь Пожалуйста Ты это точно она украла? Ну давай, карманы выворачивай Еще и колеса с собой Ну понятно Да нет, это валидол Видите, я не вру Мне просто сердце больное Да врет она Цыганам, наверное, скинула, которые рядом крутились Дяденька, вы что? Каким цыганам? Я что, по-вашему, на цыганку похож? Пожалуйста, пустите домой Слушай, мужик, ну Реально, не похожа она на цыганку Может, действительно цыгане сперли? А ты не заметил? Пойти могут А она испугалась, побежала Спасибо вам, дяденька И вам спасибо Давай, Малая, валяйте До свидания Постоять Ну-ка Вот где я тебя видел Александра Великая Побег из интерната О, попалась А я же говорил Пустите я в интернат не вернусь Пусти меня А куда же тебя девать, если ты родственникам своим не нужна? Если бы и маме была нужна, она верна просто Пусти меня Пусти меня, мужики, а кто мне деньги вернет? Да скинула она Я и моя семья безумно благодарна вам, что вы подтянули нашего лоботряса Это моя работа Ну не скромничайте А мне, в свою очередь, так же, как моим коллегам в жюри Было по-настоящему приятно отдать свой голос в этом конкурсе В пользу вашего таланта Вы хотите сказать? Я хочу сказать, что на конкурсе в Дубае, куда вы отправитесь Там у вас будут действительно серьезные конкуренции Я читал список номинантов Чего стоит только один учитель из Сербии Ему удалось перевоспитать членов уличных банд, представляете? Ну и что? Милена Александровна придумала новаторскую методику по работе с трудными подростками Которая, кстати, пользуется большим успехом и неплохо работает Что вы говорите? А я думал, что в самой престижной школе города, где учатся дети из хороших семей Существуют трудные подростки Ну, самые трудные подростки – это свои дети Знаю по себе, как опытная мама Так что я тоже могла бы запросто отправляться на конкурс в Дубае За Дубаи! Павел Николаевич, можно вас? Спасибо Я на секунду Ваш муж успешный пластический хирург Зачем вам вообще эти конкурсы? Кстати, он же придет, Стас? Да, конечно, будет чуть позже Пусть меня найдет Очень нужно проконсультироваться Ну что же, Джон, я думаю, вы и сами видите, это лучшая клиника странной Если не все восточные группы Простите мне мою нескромность Честно говоря, я впечатлен Даже не ожидал Но есть вопрос Если у вас все так гуд, то зачем вам я и мои лестницы? Джон, мы с вами можем создать нечто новое Клинику, в которую будут летать на лечение даже американцы Это уже совсем другой уровень И совсем другие деньги А мне нравится ход ваших мыслей Простите, жена Если она нам звонит два раза подряд, значит, это действительно что-то ваше Конечно Да, Миля Стас, ты где? Ты скоро будешь? Ты мне очень нужен здесь А, черт, прием Я совсем забыл, прости Господи, как ты мог забыть? Это такое важное событие для меня Я победила, но меня все считают выскочкой Как будто я получила эту награду незаслуженно Я не понимаю, что происходит Какая-то катастрофа Ну послушай, ну не драматизируй Дело в том, что у меня встреча с очень важным потенциальным инвестором Ты у меня, девочка, сильная Со всем справишься Так что я тебя целую Пока Сори, что я подслушал Это вы сейчас с Миленой Вишневской разговаривали? Не Вишневской Булатова Милена Булатова, моя жена А клиника действительно Вишневского Вы знаете, я Решил оставить старое название в дань уважения Великому хирургу и моему покойному тестью Да-да, я знаю Милена много рассказывала об ОЦЕ, когда училась у нас в УИСЕЙ Она жила в доме нашей семьи, так что можно сказать, мы с Миленой друзья детства Ах, Джон, вот это новость Так это судьба Мы с вами должны ударить по рукам Да, но все-таки хотелось, чтобы аудиторы проверили все финансы Конечно, я все понимаю, я шучу А знаете что? Приходите сегодня вечером к нам на ужин Устроим Милене сюрприз Выходи Пошли Давай Какой кошмар Этого ребенка из преисподней все-таки нашли и вернули Опять новый круг ада Вот за что, за что? Инесса Александровна, она все-таки просто запутавшаяся Девчонка, которая осталась без мамы и страдает Летина, прекратите, страдает она Это вокруг нее все страдают Так отошла оттуда, Саша Там денег нет, красть нечего Здравствуйте Здравствуйте Знаете, мой рабочий день уже закончен Я думала, вы ее утром привезете Мы думали, вы волнуетесь? Я волнуюсь Вы ее где нашли? На вокзале Мужика обобрала Даже не сомневалась Подпишите, пожалуйста Пожалуйста Так, ну мы свою работу сделали Мы пойдем, да? Спасибо большое Всего доброго До свидания До свидания До свидания До свидания Саша, они тебя не обижали? Ой, Валентина Это сама кого хочешь обидит Саша Ты не просто покинула заведение Ты поставила мою репутацию под угрозу Я жду извинений А вот мне интересно Извинений за что? За то, что вернули? Да когда я удрала, вы тут попойку От радости устроили? Нет? Саша, притяжи В общем так, моя дорогая Тебе это срок не сойдет Я вынуждена применить административные меры Валяйте Валентина, пожалуйста Проводите Сашу в изоляторе Ничего нового не придумали Тюремчица! Лот закрыла! Сегодня не очень хороший день был Сукац! Я тоже Я жаль Рая, сестра А что у тебя? А? Нет нашей звездочки Не фартит Да, Санька могла заработать Ловая могла Но ничего Скоро вернется Ну что же Проходи Чувствую себя как дома Милена, ты где? Наконец-то ты сегодня вовремя Надеюсь, ты не забыл, что у меня обуляция Любимая, я не один А мне так неловко Простите Простите? Боже мой, как неловко Так неловко Джон, какими судьбами? Это тебе Спасибо Прости, что так внезапно Ты не поверишь Я собираюсь вести общий бизнес с твоим мужем Да Вот хотел сделать тебе сюрприз Давай цветы уберу Ты знаешь, как я люблю сюрпризы Да, знаю Боже мой, Джон, 15 лет Не видела тебя Привет У тебя потрясающий русский Но это все только благодаря тебе Ты потрясающий учитель Ну и выглядишь ты Как это у вас правильно говорят С ног сшибательно Сколько нам там было лет по 18 А ты совсем не изменилась Ты мне льстишь Как твоя жена? Я видела в соцсетях, что ты женился К сожалению, она умерла год назад Прошу прощения Мне очень жаль Может быть, ты хочешь остаться на ужин? Остаешься? Конечно А у нас на ужин ризотто с гребешками О, как здорово Морепродукты с недоваренным рисом Присаживайся Присаживайся По-моему, это звучит отлично Дедочка, ты прости, что я не смогла тебя защитить Но я не представляю, что бы сказала твоя мама Если бы узнала, чем ты занимаешься Не надо про маму Вы зачем пришли? Морали мне читать? Ты запуталась Эти цыгане тебя до добра не доведут Они моя единственная семья Вы меня почему-то не забрали Да я не могла Ты же знаешь, что я не могла Но Но я Я хочу тебе помочь Что это? Это Мамино письмо Когда она шла на ту операцию Она предполагала, что возможно Больше тебя никогда не увидит И просила мне передать это письмо Если вдруг ты собьешься с пути Почему именно сейчас? Деточка Тебе 12 лет И если ты и дальше будешь так жить Твое будущее Очень печально Что внутри? Я не читал Я не знаю Просто я думаю, что Мамины слова Доставят тебя задуматься Я, конечно, была рада видеть Джона Но почему ты пригласил бы им на сегодня? Я ведь посылала тебе Мой календарь Милен, признаться Я уже устал, что наша с тобой жизнь Зависит от расписания твоей эвуляции Мне всегда казалось, что зачатие ребенка Это некое таинство Нет? Да Я тоже так считаю Но Ты 35 Я хочу ребенка Мое мнение тебя не интересует? Я думала, ты тоже хочешь Хочу Но Не сейчас и не так Сашенька Если ты читаешь это письмо То меня больше нет Прости, что ты осталась одна Больше всего на свете Мне бы хотелось быть с тобой рядом Я знаю, что ты сильная Ты всегда была такой с самого детства Никогда не давала себя в обиду Я мечтаю, что ты вырастешь Достойным человеком Может быть, ты даже сделаешь мир лучше Я верю в тебя, моя девочка Если Валя отдала тебе письмо Значит, что-то пошло не так И тебе нужна помощь Я всегда говорила тебе, что у тебя никого нет, кроме меня Прости, что не сказала тебе правду У тебя есть папа Да, он жив и, наверное, вполне здоров Просто у него другая семья И я всегда была уверена, что отлично справлюсь сама Но, видимо, не справилась Его зовут Стас Булатов Он не знает о тебе Но уверена, что сумеет разглядеть в тебе тот же свет Который всегда видела я Если вдруг ты почувствуешь, что он не тот отец О котором ты мечтала Что он слабее, чем я о нем думаю сейчас Отпусти его Но знай, что в тебе есть его ум и сила Помнишь, что я тебе говорила? Ты очень талантливая Я люблю тебя И даже если не рядом Всегда с тобой Твоя мама Завтрак на столе Сырники с малиновым вареньем Прости меня Погорячился вчера Кофе хочешь? Не Не успеваю позавтракать Срочная операция А может ты питьок переоденешь? Ну то ты выглядишь как разносчик пиццы Все-таки пластический хирург Да-да Я забыл, что ты не любишь полоску Конечно, сменю Так гораздо лучше Могу идти? Живот болит Чего ты кричишь? Живот болит, помогите мне Давай в медпункт, быстро Вставай Не хватало еще получить Болит? Очень сильно Осторожно Живот болит Что-то непло Где болит? Я сейчас буду болевать Давай в туалет, быстро Да Ой Бой бог Пойди с тобой Надо Продолжение следует... Ну что там так долго? Минуточку Стас Я Саша Великая, твоя дочь Стас Я Саша Великая, твоя дочь Забери меня из интерната номер семь У тебя неделя Ты представляешь Телефон забыл Так-так-так Вот Ну не дуйся Тебе не идет Все хорошо? Да До вечера Спасибо вам огромное Мне прям полегчало Можно мне, пожалуйста, в комнату пройти? Так, симулянтка Давай быстро в комнату Арест закончен Спасибо Дочка, Стас Ну а ты ему говорила? Господи, нет Я ему не говорила Я не могу ему сказать Что я рылась у него в телефоне Что я ему скажу? Господи боже У него есть дочь Он мне не сказал Так, ну, во-первых, это развод Надо вообще узнать Есть ли такая девочка Саша Великая А знаешь, что она еще сказала? Что у него есть семь дней На что? Я не знаю Забрать ее семь дней А что будет потом? Вдруг ей угрожает опасность А вдруг она кому-то скажет А вдруг все узнают об этом Это будет какой-то позор Так все, не паникуй Ну, не знаю Какой интернет? Сильма, ты говоришь? Ну, давай я позвоню Узнаю вообще Есть ли такая девочка Нет, нет, пожалуйста Это будет очень подозрительно Я Давай я Я найду какой-нибудь повод И сама съезжу туда Предложим лекцию А что, они в интернете Будут рады любому вниманию А это идея Ведь лекция Это мой конек Сами видите Здесь не элитный лицей Тут живут дети Так сказать Неблагополучных элементов Ну, очень чисто Да, спасибо Вы знаете, лекция по математике Это слегка необычно Детям тут, как правило, рассказывают Про предохранение А вы из такой Успешной школы И практически номинант На учительский Оскар Вызвались помочь Для нас это честь Но будьте готовы Дети сложные Я готова Надеюсь, смогу увлечь их математикой Да Скажите, а у вас учится Саша Великая? О боже Она опять что-то убрала? Нет Звонили из опеки Наоборот, еще хвалили Нет, это не наша Наша Абсолютно асоциально Ворует Вообще там явная Явная психиатрия Это, кстати, она Великая Карманы проверьте Ворует Виртуоз Математика за шквар Лучше бы шмотки прислали Да нет Не будешь я всю жизнь Лохов подрошить? Бабло надо уметь считать Так Ну-ка, тихо Дети Ну-ка, внимание Тишина Начинать Здравствуйте, дети Сегодня я вам расскажу О пользе математики В нашей современной Повседневной жизни Ой, доктор Вы просто гений Моя грудь теперь Произведение искусства Анжелочка, это вы Произведение искусства Ну что же, все чудненько заживает Грудь так же безупречна, как и вы Доктор, вам звонят Неизвестный номер Я перезвоню Следующая консультация Через полгодика Хорошо Ой, вы знаете Прям захотелось еще Что-нибудь себе улучшить Чтобы поскорее с вами встретиться Вот, например, мы решили взять Быстрый кредит Без математики тут никак не обойтись А вот допустим Ставка у вас полпроцента в день Вроде бы немного, да? Но если мы будем отсчитывать От тысячи Да, пожалуйста Пять Пять, да? Вроде бы немного А если предположить, что мы взяли кредит, например, на фен На два месяца Сколько в итоге вы заплатите? Так Тысячу триста Ну это я езжу, понятно Но не так просто Не забываем, что ежедневно тело кредита увеличивается на пять процентов То есть в конечном счете мы уже выплачиваем другую сумму в конце, да? Точно Доктор, вы меня покорили Спасибо вам еще раз Не за что Обращайтесь Вот, звоните в любое время дня И ночи До свидания До свидания Джо Я снова поражен, Стас У вас тут такие красотки И как вы только их отбиваетесь Ну послушайте У хорошего хирурга пациенты должны быть довольны И немножечко влюблены А вы к нам снова на экскурсию? Ну не совсем Я с аудитором Помните, я вам говорил на прошлой встрече? Да-да, что-то припоминаю Ну что же Надеюсь, мы вас удивим своей прозрачности Я тоже на это очень надеюсь Давайте обсудим это за обедом У нас чудесное кафе с хорошим фитнес-меню Людочка, проводи, пожалуйста, гостя в кафе А я подойду к вам позже Окей Пройдете Здравствуйте Станислав Станислав, вы играете с огнем Я видела аудитора Эти могут докопаться до оплат по вашему долгу Роза Марковна Я вас очень прошу Ну не нагнетайте Мы исправно платим Марку Что может случиться? Тем более вы все прекрасно провели по бухгалтерии И комар носа не подточат Ну что ж, я надеюсь, что моя лекция была для вас полезной и интересной Большое спасибо за познавательную информацию А теперь быстренько все встали И в класс на уроке Продолжаем Спасибо, Фи Зачетно Саша, у меня для тебя есть подарок За такую активность, которую ты сегодня проявила Если вы ищете какую-то голимую ручку, то не стоит Лучший подарок лавашечка Я надеюсь, что тебе пригодится Спасибушечки, конечно, но Браслет не ваш нравится больше Четыре косаря? Это подарок мужа Так, вы только, пожалуйста, не вздумайте ей ничего давать А ты губу закатала, вот блокнот взяла И давай, отправляйся в класс Все хорошо, спасибо Я вас предупредил Спасибо вам Очень ценно А то обычно все про Брязики рассказывают Спасибо вам Стой Я хотела сказать, что Ты очень талантливая Ты, пожалуйста, не бросай математику Мерси Моё знание Саша Подойди сюда Подойди, подойди Сядь До свидания Зачем? Поговорить надо Милена Александровна Посмотрите, это ваш браслет Да, это мой А где вы его нашли? Да на полу валялся Наверное, застежка расстегнулась Девочка Саши украла, да? Ну да Только, пожалуйста, не говорите директрисе А то ведь ее опять в изолятор запрут Сашка девочка хорошая Просто после смерти мамы Она осталась одна И попала в цыганские таборы А там чему хорошему научат А где же ее отец? Да кто ж его знает? Ой, мы хоть и были соседками Сашка с рождения знаю А про отца они на покойной Ничего не говорят И давно она в интернате? Да С полгода Она же после смерти мамы У цыгана воспитывалась У нас в поселке Живет барон Вместе с табором Так вы не поверите Сашка барона называет папой Представляете? Так что, пожалуйста Вы же не будете жаловаться А нет, нет, не буду, конечно Потому что она девочка очень умная Жалко ее Алло, Светик Я нашла девочку И что? Да Отмени мой урок Я езжу делать ДНК-тест Да, хорошо Я тебе потом все расскажу Держи меня в курсе Давай, пока О, привет, красиво Станислав Игоревич Что случилось? Это операция у нас Вас там ждут Эти двое Там ждут вас Вас ждут там Заканчивайте без минуты Заканчивайте без минуты Ну, хорошо Сердечно тонну в органах Зажим Да! Ай! Макодис кучесайлом полтуды И я скучала, папа Когда уже поедем отсюда? Тут все не так просто, дочь Ты же знаешь, я этих законников ненавижу А тут столько бумаг собрать надо Да чтоб их расстреляли Не плачь Не плачь Я заберу тебя отсюда Даю слово Только и ты не глупи Не удирай Обещаешь? Я не могу Тут тюрьма, пап Потерпи Потерпи мое золото Я соберу все бумаги И заберу тебя отсюда Хорошо? Хорошо Мое счастье Я пыталась объяснить, что вы на операции Спасибо, Роза Марковна Идите, я сам разберусь Что вам угодно, молодые люди Что нам угодно? Нам деньги угодно Долг плачи Какой долг? Вы вообще кто? Ну как какой? Три ляма, которые ты раньше Марку выплачивал Теперь нам будешь Вы не могли бы не трогать? Не нервируй, пожалуйста, док Послушайте, я платил исправно по графику несколько лет У нас с Марком никаких проблем не было Что-то поменялось? Графики, шмафики Изменилось Мы твой долг у Марка выкупили Хотим все денежки сейчас и сразу А доказательства у вас какие-то есть? Я не могу платить абы кому Ну, конечно Пожалуйста Здесь все ваши расписки Вы так полистайте Для мотивации Да, и если долго расчехляться будешь Трубу не будешь брать, когда мы звоним Пострадает эта краля Ну, ну покажи Красивая Да Я извиняюсь Послушайте, я не могу вам сейчас отдать деньги Ну, все деньги физически У меня все в бизнесе Во как Ну, в принципе, это же ваша проблема, дорогой Положи это, пожалуйста, обратно А когда у нас первый транш? Когда, когда? Через неделю Через неделю Ну, все, ластами шевели Вот, видишь, время пошло Милена Булатова Да, давайте Ваши результаты готовы Спасибо А, ну что, отлично Я хорошо могу вас обрадовать Хорошо Если вы хотите детальный комментарий То есть вам вопрос о новом Спасибо Пойдем Пойдем Налешина? А что, есть повод? Сегодня же не суббота Секундочку Ты такая загадочная Что там? Это генетическая экспертиза У тебя есть дочь Ей 12 лет Какая дочь? Ты в своем уме? Это в розыгрыше, да? Нет Зовут ее Александра Фамилия Великая Что-то напоминает? Я был знаком с Ниной Великой Мы учились вместе Но это было давно Значит, не просто учились Ты, судя по всему, встречался с ней и со мной одновременно Да? Нет Это уже не важно А важно то, что Нина Ждела тебе ребенка И девочка живет в интернате Так Я не понимаю Что ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты ее не игнорировал Ты отец Мы должны забрать ребенка Послушай Я впервые обо всем этом слышу Я даже предположить не мог Что Нина может быть беременна Я тебе расскажу, как было Мы расстались с ней Сначала я встретил тебя Тут же расстался с ней И больше Мы никогда с ней не виделись Она что, отдала ребенка в интернат? Нет Она, к сожалению, умерла Несколько лет назад Мы не можем забрать этого ребенка Давай как-то поддерживать ее Не знаю, финансовую Какая-то закрытая школа Милина Сейчас не время совершать безумные поступки Это невозможно Саша уже знает о тебе Она вышла на меня А когда общественность узнает Что у известного хирурга Ребенок живет в интернате Это очень плохо скажется на твоей карьере Или на твоей Да? Шухер! Сашка Тут такое случилось Только что звонили И тебя забирают Я же говорила, что Петя за мной приедет А ты не верила Да это не Петя Это твой биологический отец нашелся И хочет тебя забрать Давай, собирай вещи Не могу поверить, что так быстро с опекой разрулила Ну это Свете, спасибо Знаешь Девочка сложная Но мне кажется, я с ней справлюсь У меня большой опыт работы с детьми Дай выгадай Ты просто хочешь использовать эту девочку Чтобы набрать себе очков в конкурсе, да? Вообще-то, это твоя дочь И твоя ответственность Я просто пытаюсь спасти нашу семью с гандалом Саш Ну забудь ты Свою в рабскую жизнь Забудь Петю Веди себя хорошо И это твой шанс на новую жизнь Мама бы очень этого хотела Теть Валь Этих людей я не знаю Я так понимаю, что их появление связано с письмом мамы Которые я тебе отдала, да? Да, это я позвонила Мне было интересно, какой он мой отец Ну подалась моменту, бывает Но если я им не нужна, навязываться точно не буду Деточка Они тебе могут дать новую, нормальную жизнь Это обеспеченные люди Они могут дать тебе то, о чем ты даже мечтать не могла Ну дай ему этот шанс, пожалуйста Спасибо, детья, цена инфа, правда Может, мне правда впервые повезет Лишь бы Валентина вразумила Этого адского ребенка И отец не передумал ее забирать Здравствуйте Ой, здравствуйте Здравствуйте, Милион Александрович Рада вас снова видеть Здравствуйте Это нам? Спасибо вам огромное Слушайте, я так рада, что У Саши нашелся родной папа И она, слава богу, покинет наш интернат То есть я хотела сказать, что Сашенька Очень специфическая девочка Но Все-таки Это ваши гены В ее жилах течет ваша кровь Кровь не вода, да? Здравствуйте Здравствуйте Я вас помню Да, меня зовут Милена Я жена твоего папы Так это ты мой отец? Да Я очень рада, что ты будешь жить с нами Что, вы решили, что я хочу жить с вами? Ну Возможно Потому что ты сама вышла на связь Просила папу тебя забрать Ладно, поехали отсюда До свидания До свидания До свидания Спасибо Всего доброго До свидания Субтитры подогнал «Симон» Да Послушай меня сюда Если завтра первый транш не поступит Короче, оперировать будешь свою жену, понял? Кто звонил? Номером ошиблись Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если з gangster... Так неissez... Что? Кстати, там... что значит забрали ну девочки нашелся биологический отец так что можете не волноваться сашинка пристроена все хорошо а давайте адрес нет вы что я не могу не положено баян со скрипкой спорить не будет ты схосел друшеру я не поняла что я говорю договоримся саша проходи не стесняйся теперь это твой новый дом нифига себе у вас хата здоровая телевизор диван а у вас есть слуги слуги нет слух нету есть домработница помощница кайф да но домработница не слуга и в нашем доме не принято лежать на диване в ботинках с ними обувь пожалуйста это был арт-объект если эта фигня стоила больше ста баксов то у вас разведи она стоила пять тысяч долларов сколько это просто деньги ладно саш я очень рада что теперь ты живешь с нами мы твоя новая семья браслет не только купите как членов семьи а давай ты для начала пойдешь помоешь руки и будем ужинать ты знаешь я думаю нужно убрать всю твою ювелирку в сейф поддыхай не могу давай вернемся к плану с частной школой света никогда не примет ее в лицей а вот и она о господи то есть бахталобару я в состозу ралоенко пробил я сашкиных родственников и что фартовая она папашка там при бабле ты что мне принес ты мне сашку приведи бару бару зачем спешить если она с ними останется а мало вы больше принесет этих мажоров можно хорошо потрясти всем здравствуйте сашенька знакомься это света моя лучшая подруга и директор лицея в котором я надеюсь ты будешь учиться привет лицей я же не обучаемо припадочная и а социально мне даже справку в интернете дали садись не приводи ее к нам в школу света пожалуйста дай мне шанс я справлюсь она очень умная девочка она просто нас проверяет ну долго еще я жрать хочу да давайте садиться за стол салат будешь? буду отлично ты знаешь саш мне кажется что в надежных руках твои таланты смогут по настоящему раскрыться а еще света саша была самая активная на моей лекции по математике ух ты ну вот тут ты кстати права когда мне цыгане воровать учили тоже очень хвалили кто больше всех лохов на вокзале очистил а я простите серебришка можно неплохо толкануть это мамина фамильное серебро не кисло так ты и наследница отец милина был очень известный врач и мой учитель а ты на все готовенькое пришел да? стас налей пожалуйста нам всем это не помешает янко ты что она же теперь наша ее надо вернуть янко дело говорит ты присмотри за ней янко пусть наша золотая рыбка нам побольше золото принесет ха 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 ты со стимасой чару нет 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 я против чтобы эта девочка училась в нашей школе света пожалуйста дай мне шанс это моя единственная возможность получить премию ты же слышала что они говорили я выскочка которая может заниматься только с мажорами финального решения экспертов всего месяц она все испортит послушай она очень умная я знаю я смогу ее обучить нет свет ну дай мне шанс я всегда добиваюсь того чего хочу ладно а ты слишком самонадеянная вау у меня своя комната Танька из интернета обзавидовалась бы да это твоя комната а вот это вот школьная форма пожалуйста постарайся не испортить ее в первый же день я не хочу в школу начинай привыкать теперь ты живешь в семье и у тебя есть свои обязанности а зачем вы меня забрали чтобы устроить мне новый интернат чтобы человека из тебя сделать пожалили сиротку да слушай тебя совесть не мучает что ты меня бросил послушай я тебя вижу сегодня первый раз в жизни как я мог тебя бросить тебе наверное интересно испытывал ли я что-то по отношению к тебе скажу тебе честно пока нет ты же мой отец разве ты не должен меня любить Доброе утро Все, выспалась? Супер. Кто это так рано? Может, соседи? Заходите. Саш, давай не дуйся, я ни в чем не минул. Снимись с ногой. Что прости? Можешь перевести? Странно. Отправитель не указан. Боже, там кровь! Ты что? Это ж прикол! Так, дай сюда эту гадость, я ее выброшу. Какая идиотская шутка. Кому пришло такое в голову? Может быть, твои ученики? У моих учеников нет времени на такую ерунду. Может, одна из твоих пациенток? Так. Не говори глупостей. Все, мне пора. Ух. Выезжаем в школу через двадцать минут. А когда мы будем делать то, что я хочу? Ешь давай. Ну что, док? Оценил подарок? Ребят, я же сказал, деньги будут, мне просто нужно время. Но к чему этот дешевый цирк, а? Слышь ты, эстет, платеж каждую неделю. До конца месяца ты должен выплатить все три ляма. Иначе в коробке палец будет настоящий. Только вот мы пока не решили, чей. Твой или балк твоей. Ты понял? Да понял. Понял. С этой темой мы закончили. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Класс, садитесь. Ну что, я вам обещала, что к нам придет новая ученица. И вот, Александра Великая. Я Сашка. Александра пришла к нам из... из другой школы. И я очень надеюсь, что вы поможете ей адаптироваться. Александра, вам очень повезло. Седьмой сильнейший класс. Друзья, давайте поприветствуем Александру. Да, Артем. Милена Александровна, у нас же традиция Q&A session. Вы забыли? Что он сказал? Мы будем задавать тебе вопросы, чтобы узнать тебя получше. Артем, мне кажется, что с Сашей нужно немножко отдохнуть и... Валяй. У всех нас есть суперспособности, а ты хоть что-то умеешь? Ой, это вообще моя тема. Я могу с закрытыми глазами на ощупь определить любую денежку в разных валютах. Александра, присаживайтесь. Давайте начинать урок. Кстати, Милена моя мачеха. Подумала, может, вам будет интересно знать. Продолжайте урок. Станислава Игоревича вызывали. Да-да, проходите. Роза Марковна, у меня к вам такой вопрос. Сколько сейчас мы можем вытянуть денег из бизнеса, но так, чтобы срочно? Станислав, все в обороте. Ну, есть свободные 50 тысяч. Ну, если вообще все подсобрать, еще чуть-чуть нашкрябые, ну, тысяч десять, ну, двадцать. Этого мало. Простите. Я вас очень прошу. Может быть, вы поищите еще? Может, можно что-то срочно продать? Роза Марковна, ситуация очень серьезная. Станислав, что мне делать? Я бухгалтер, а не добрая фея. Вызывала? Да, Миленочка, проходите. Пожалуйста, присаживайтесь, познакомьтесь. Это Хатиджен, эксперт международной учительской премии. Добрый день. Я очень рада вручить вам приглашение на церемонию награждения в Дубае. Спасибо большое. Милена, и примите мои поздравления. Ваша новаторская методика преподавания математика, она действительно очень хороша. Скажите, чем вы меня еще сможете впечатлить? Я понимаю, что для номинанта такой престижной премии мне не хватает сильно социальной истории. Но сегодня первый учебный день моей воспитанницы, девочки из интерната детского дома. И я очень надеюсь, что под моим руководством Саша вас удивит. Обязательно. Я, я, можно я буду первый? Секундочку. Так. Похоже на двадцать. Шучу, пятьдесят. Стольничек. 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 Пицца. Что себе? Попала. Легкотня. Я бы и сам отгадал. Надевай повязку. Смотри, пухляк. Если я отгадываю, забираю в себе. И чтоб потом не плакал. За пухляка ответишь. Не отгадаешь, вернешь в два раза больше. Смешно, пухляк. Вау, евро. Люблю мажоров. Сто евро. Фу, ничего себе. Так не честно. Дай деньги. А то я все Милене Александровне расскажу. Честно, не честно? Мы добазарились. Угадываю, забираю в себе. Ну что, кто следующий? О, Стас. Джон. Здравствуйте. Мы как раз говорили о вас. Обсуждали успешную операцию. Доктор Булатов, вы меня помните? Вас невозможно забыть. Вы моя любимая пациентка. А я работаю в медицинском пиаре. Вот заглянула на мероприятие для докторов, и не зря. Анжела помогла мне с консультацией про брендингу. Я не сильно разбираюсь в пиаре, но в чем я уверен точно, что мои клиенты ценят прежде всего мои руки. Подойдете? Браво, Стас. Ваша позиция достойна уважения. А сейчас я прошу меня бросать. Стас, можно вас на секундочку? Да, конечно. Я тут подумала, мне кажется, что вам очень не хватает меня. Ну, то есть, в вашей клинике. А. Понимаете, в чем дело? Очень мало информации в социальных сетях. Ну, я не знаю, клиентов вроде всегда хватало. Дайте мне месяц, и вы удивитесь, сколько возможностей и денег могут принести социальные сети. Поработаем? Время или возникает конфликт. Здравствуйте, девочки. Мы обязательно собираемся за чилиплите. Милена Александровна. У вас везде. Милена Александровна. Извините, минутку. Что случилось, Артем? Сашка отняла у меня деньги. И не только у меня. Она обупошла весь класс. Милена, все в порядке? Да, да. Одну минутку. Сейчас. Если вы сейчас же не вернете мне деньги, я позвоню своей маме. А она глава родительского комитета. Я помню, я помню. Да, да, да. Я понимаю твои чувства, Артем. Ты абсолютно прав. Саша должна вернуть тебе деньги. Хотела спросить. Сколько она тебе должна? 300 евро. Так, давай. Я тебе сейчас отдам сколько у меня есть, а ты не звонишь маме. Я решу этот вопрос. Да. Пойдемте. Джо. Стас. Ну что там с нашим аудитом? Когда подписываем документы? Есть сложности, Стас. Мы нашли дыру, куда утекают средства. На балансе нет запасов, а это очень и очень рискованно для инвестиций. Да. Да, у меня были некоторые финансовые проблемы. А что если я предложу тебе выкупить часть клиники? Это выгодное предложение? Я закрою дыры, а ты получишь долю в успешном активе. О какой сумме идет речь? Ну, скажем, пять миллионов долларов. Максимум, Джей. Это исключено, Джон. Я не стану продавать долю в клинике за бесценок. Нет проблем, Стас? На этом мое окончательное предложение. Всего доброго. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я не могу ее нагнать. А ты не хочешь спросить, чего бы мне сейчас хотелось? Я знаю, ты развела детей на деньги. Не смей! Ах ты, ментавка, пока я! Ты ей наказана! Ты будешь сидеть в этой комнате до завтра! И чем здесь лучше, чем в интернате? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Стас, твоя дочь меня укусила. Печально. Как забирать из интерната, так... Стас, мы не можем ее оставить. А как начались проблемы, сразу моя дочь. Ты что, пьян? Я рад, что все так... Слушай, а ты чувствуешь, либо ты готовишь шашлыки, либо у нас что-то горит. Горит. Ха-ха-ха! Ты что делаешь? Так, так, так... Ты что нас все хочешь... Отдай! Ты меня здесь не закроешь, поняла? Так, так, разойди! Хорошо тебе было в интернате? Так возвращайся, я не против. Стас, не надо. Послушай, Саша, ты сама нас нашла. Не закончишь чудить, вернешься обратно. А сейчас все убрала и села делать уроки. Ясно? Понятно. Вот и славно. Как ты мог такое сказать? Мы не вернем ее в интернат. У меня куча проблем. Твой Джон съезжает, сделка под угрозой. Я хочу приходить домой и отдыхать, а не тушить эти пожары. Но что я могу сделать, если ты, заслуженный педагог, не справляешься? Я бы справилась, если бы не ты! Ей двенадцать лет, а мы с тобой двенадцать лет вместе. Ты мне изменил? Девушка забеременела, ты ее бросил? Вот ты прям ждала момента, чтоб все взять и на меня вывалить, да? Все было не так. А как? У нее не было папы, известного хирурга. Я тебе сто раз говорил, я расстался с ней, потом уже начал встречаться с тобой. Я не знал, что она беременна! И влюбился я в тебя, а не в деньги твоей семьи. Во всяком случае, ту тебя, которой ты была двенадцать лет назад. Спокойной ночи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Черт! Черт, черт, черт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саша? Да? Я хотела сказать, что то, как повел себя твой отец, это было недопустимо. Я не очень жаль. Не парся, надо. Все, ладно. Прошу. Ты иди, я догоню. Ладно, только не опаздывай. Угу. Елена Александровна, у вас спина грязная. Смотри! Господи, дай мне силы. Янка. Миленький. Наконец-то ты принял. Давай, где машина? Поехали скорее. Слушай, ты реально уже как мажорка. Че, как жизнь блатная? Кошмар. Хуже интерната. Вся школа богатеньких задротов. Даже поговорить не с ним. Ну, давай, поехали скорее. Не-не-не, остаешься-ка ты тут, как раз будешь чистить этих мажорчиков. Нет, я на вокзале больше заработаю. Ты ротик-то прикрой, это не тебе решать. Указ барона оставаться и зарабатывать. Ясно? Или ты уже гаджи? Нет, я не гаджи. Ну вот. Я за деньгами буду приезжать раз в три дня. Ты уж как-то постарайся. Стас, доброе утро. Сегодня мой первый рабочий день, помнишь? Точно. Привет. Роза Марковна, подготовьте Анжелии в кабинет. Да не ставь. Так, все потом. Ко мне в кабинет никого не пускать. Ясно. У меня к вам огромная просьба. Сюда больше не приходить. Вы пугаете пациентов. Дорогой ты мой док. Качать право будешь. Когда? Когда с долгами распрощаешься. Что это за цацки? Баксы гони, а? Это кортье. Вы легко получите за них сто тысяч. Мы это проверим. А где остальные? Послушайте, мне нужно время. Хотя бы пару месяцев. Алесики, чувак, мы и так добрые. Короче, до конца месяца все не вернешь. Тебе хана и твоей вон, телке. Послушайте, я не отказываюсь платить. Прошу вас без угроз. Так ты же сам виноват. Ладно, хватит. Погнали. И все-таки красивая у тебя телка. Погнали. Привет. Джон? А что за сюрприз? Проезжал мимо, хотел сделать тебе приятное. Ой, как красиво. Спасибо большое. А знакомься, это Сашка, моя дочь. Hello, baby. Hello. Ты не говорила, что у вас есть дочь? Это дочь Стаса. Ах, Стаса. Скажи, baby, а правда, что Милена похожа на добрый фейн? Скажи, злая мальчика. What? Слушай, а ты от природы такой рыжий или красишься, Саша? Я не понимаю. Эй, стой! Стой! Ты видела, что ты все это подложила подошвину? Стой! Саша, подожди. Саша, вернись, пожалуйста. Сашка, вернись, пожалуйста. Назад, назад! Это бомба! Какая бомба? Саша! Назад! Иди ко мне. Это бомба, шли назад! Девушка, где травматология? Вторая дверь справа. Болит? Ты как? Нормально. Так, так, так. А где болит? Да нормально все вроде бы. Господи, я чуть не посидел. Молодой человек, выйдите, вы мешаете проводить осмотр. Это мой муж и отец ребенка. И, кстати, доктор, вы КТ сделали? Внутренних кровотечений нету? Мы работаем. Стас, ну не переживай так. Мы в порядке. Отделались легким испугом. Благодаря Джона. Не понял. А Джон здесь при чем? О, Стас. Как хорошо, что ты пришел. Девчонки, ваш кофе? Тебе? Спасибо, Джон. Тебе? Стас, извини. Док, а это тебе? Как ты посеял? Strong. Крепкий. Спасибо. Да, если бы не рыжие, нам были бы гайки. Это он заметил бомбу. Спасибо. Саша, не преувеличивай. Я жене Чак Норрис. Спасибо, Джон. За помощь. Нет проблем. Стас, как у вас говорят, все хорошо, что... А что хорошо кончается. Да. Да. Спасибо, правда. Я, наверное, пойду. Спасибо. А что Джон делал возле школы? Принес мне Лене цветы. По-моему, он к тебе подкатывает. А по-моему, кому-то пора спать. Иди к себе. Ты ничего не хочешь мне сказать? Сначала это посылка. С пальцем. Теперь вот это. Стас, мне страшно. У тебя какие-то проблемы? Может, ты мне хочешь сказать? Почему Джон дарит тебе цветы? У вас что-то есть? Что за глупости? Мы просто друзья. Мы встречались 15 лет назад. А, да-да-да. Так он уже твой бывший. Почему ты сразу об этом не рассказала? К чему эти секреты? Надо же. Мы сегодня чуть не погибли. А ты меня об этом спрашиваешь? Да если бы не Джон. Благодаря ему мы живы и здоровы. Ты, по-моему, единственный, у кого здесь есть секреты. Ты что, мне укладывать пришла? Мне не пять. Забыла? Я очень за тебя испугалась сегодня. Давай без теленчих нервных себе. Как мне с тобой разговаривать, чтобы ты меня услышал? А ты меня слышишь? Я с вами только две недели. И все, что я от вас слышу, это уроки, уроки и еще раз уроки. Саша, пойми. Через неделю приедет эксперт международной комиссии смотреть на твои успехи. Мне нужна твоя помощь. Верни мне деньги и не мешай жить. Это противоречит моим принципам? Бесплатно помогать я не собираюсь. Кстати, а почему ты меня прикрыла с собой во время взрыва? А ты догадайся. Спокойной ночи. Милен, что происходит? Ты же понимаешь, что машина просто так не взрывается? Я правда не знаю. Но этот следователь меня уже достал. Он приезжал даже к Стасу в офис. Ну, все свалилось на голову в один лук. Ты знаешь, что у Стаса сегодня день рождения, щекусим. Может, хоть и Джо сегодня не приедет? О, боже. Пойдем. Нас ждет катастрофа. У Сашки нет никаких успехов. Ну, я не хочу говорить, что я же говорила, но я же говорила... Здорово. Привет, Сань. Ладно, деньги отдал. Прости, кто задерживает. Смотри, проценты набегут. Спасибо, Сань. Ну, че, а когда в покер? Через неделю. Все карманы я уже потратил. А вдруг ты хочешь отыграться? Пухлый. Ты че такой надутый? Коза. Ребят, ну, не стоило, правда. Но сегодня вечером жду всех в ресторане. Будем отмечать. Мои поздравления. Вероятно, это очень важная встреча, если вы назначаете ее в свой день рождения. Было бы круто, если Милена Александровна стала учителем года. Это почему? Ну, это же прикольно, когда у тебя в анкете для вуза написано, что тебе преподавала лучшая учительница. А почему она должна получить приз? Это несправедливо. Привела и тянет эту уголовницу. Не таким должен быть учитель года. По местам, дети. Класс, знакомьтесь, это Хатидже, эксперт международной учительской премии. Доверительное лицо шейха Дубая, собственно, учредителя премии. Добрый день, дети. Добрый день. Прости. Я знаю, несколько недель назад в вашем классе появилась новая ученица. Наверное, вы обо мне. Я Саша Великая. Саша, если ты не будешь против, я задам тебе несколько вопросов. Да, конечно. Я знаю, что ты раньше училась в интернате. Скажи мне, пожалуйста, как ты оцениваешь свою учебу здесь, в новой школе? На самом деле, такой мотивации у меня еще никогда не было. Милена Александровна, она нашла способ рассказать о математике так, что мне стало интересно. Она учитель от Бога. Она так говорила, все пропало. What is your favorite school subject? Oh, I love math. I have to know, it's because I want to make much money. Хотят же все учителя отмечать, что у Саши нестандартное мышление. Садись, Саш. Дети, мы проводили анонимный опрос по поводу учебы в классе под началом Милена Александровна. Да, это стандартная часть отбора победителей. Было важно, чтобы вы об этом не знали и чтобы дети могли свободно выражать свое мнение. Милена Александровна, я вас поздравляю. Дети вас очень ценят, уважают. Вот насчет Саши мнения разошлись. И что же сказали одноклассники? Поступают жалобы на твое поведение. Некоторые пишут, что ты как это, нечестно отбираешь у одноклассников деньги. А Милена тебя покрывает. Что значит нечестным путем? Да вы сами мне деньги отдаете. Да подожди ты. Да, у каждого свои таланты и суперсилы, как вы это называете. Моя суперсила азартной игры. Благодаря им я выживала, когда не было денег даже на еду. Но я же не заставляю вас со мной играть. Вы сами ко мне цепляетесь. Давай сыграем. Давай сыграем. Вот я и играю и выигрываю. Саша, прекрати. Я даже знаю, кто на меня бочку кать. Артем, надо уметь проигрывать с честью. Саша. Я понимаю, ты очень многое пережила. Но знаешь, мне кажется, чтобы найти себя в новом мире, надо полностью отказаться от привычек старого. Понимаешь? Да. Спасибо вам. Спасибо. Вы очень мудрая. Можно я вас обниму? Конечно. До свидания, Саша. До свидания. Я думаю, мы скоро увидимся. Присаживайся. Что, ты решил принять мое предложение? Да. Мне нужно три миллиона кэшем. Скажи, а взрыв в машине как-то связан с здоровьем бюджета клиники и твоим желанием побыстрее ее продать? Если это так, Стас, прости, я не хочу рисковать своим здоровьем и ввязываться непонятно во что. У тебя не будет никаких проблем. Давай я тебе все расскажу. Дело в том, что пару лет назад я взял деньги в долг. Огромную сумму на разработку новых технологий. После все шло вроде нормально. Я выплачивал долг и вся прибыль уходила на это. Но вот недавно кто-то выкупил мой долг. И теперь я должен дать всю сумму сразу. Послушай, мы с тобой оба прекрасно знаем, доля в клинике стоит гораздо больше, чем три миллиона. это да. Стас, ты стал мне настоящим другом. Но бизнес есть бизнес. Прости, я не могу так рисковать. Один раз я тебя о чем-то попросила и ты вот это вытворила. Ну подожди, я твою просьбу как раз выполнил, а ты мою нет. Деньги мне не вернула. за все в жизни надо платить. А что ты имеешь в виду? Не парься, свое я уже взяла. Ты украла браслет, а уходить же. Зачем? Теперь мы в расчете. отдай. Так нельзя. Так нечестно. Я взяла свою плату, ты не имеешь права ее забирать. Это вырасту. Вы не расстраивайтесь, я вас очень прошу. Если вы потеряли браслет, у нас в школе он обязательно найдется, я в этом уверена. У нас воспитанные ученики из прекрасных семей. Им даже в голову не прийдет взять такую дорогую вещь себе. Вот. Извините. Нашелся браслет, я думаю, что это ваш. Вот. Благодарю, Лена. Да. Это он. И где он был? Я могла бы сказать, что я его нашла. Но он был у Саши. Она его с вас сняла, когда вы обнимались. Вы знаете, Милена, я очень ценю, что вы мне сказали правду. Я не могла иначе. Я знаю, с такими детьми очень, очень легко. Очень легко. Они, как свереныши, всех вокруг кусают, а на самом деле они боятся, что их обидят и предадут. Лена, у вас очень неплохие шансы победить. Спасибо. Я действительно думаю, что Саша проходит через сложный период. Мне кажется, это просто переходный возраст. Девочка взрослеет. И я очень надеюсь, что нам удастся вернуть ее к истинным моральным ценностям. А вы знаете, вы могли бы увидеть это сами. У меня сегодня у мужа юбилей 35 лет. Приходите. Будет много гостей. Будет Сашка. Вы ее увидите вот в обществе. Приходите. Ох, Лена, это очень, вы знаете, это очень ожиданное предложение, но благодарю вас и я, я, конечно, постараюсь быть. Замечательно. Мы будем рады вас видеть. Я пришлю вам адрес. Интересно, какой балл мне поставит Хатиджи? Стас, ты можешь мне помочь? Да. Пожалуйста. Конечно. Ну, как тебе платье? Тебе нравится? Мне очень нравится. Мне кажется, ему не хватает ожерелья, может быть, бриллианты. Не, не, постой. Бриллианты, они старят. Тебе и так хорошо. Ну, я попробую. А где коробка? Это же подарок отца. Это все она. Так, 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 не нервничай. Успокойся. Слушай, я не хотела тебе говорить, но сегодня в школе она обокрала эксперта премии. Теперь меня. Это воровство, понимаешь? Это нужно пресечь. Милен, сегодня мой день. Давай без скандалов, ладно? Ладно. Без скандалов, спокойно. Милен, я тебе объяс... Дурак, а? Я зла на тебя, фюрер, но вечеринку не пропущу. Где украшения, которые ты взяла? Я ничего не брала. Я спрашиваю в последний раз. Где мои украшения? Саша, мне их подарил отец. Мне они очень дороги. Пожалуйста. А что, украшения только я могу забрать? Ты перешла все границы. Никакой вечеринки для тебя. Сегодня ты остаешься дома. В смысле? Я свободный человек. Это день рождения моего отца. И я его не пропущу, слышишь? Нет. Ты меня разочаровала. Ты как была зверьком, так и осталась. Добрый вечер, конечно. Добрый вечер. Милена моя жена. Анжела отвечает за пиар-клиники. Приятно познакомиться. Очень приятно. Никогда вас не слышала. Добрый вечер. Стас, happy birthday. О, thank you. А я не вижу, я не вижу Саша. Она же ваша воспитанница. Похоже, девочка сегодня очень перенервничала. Да, я позволила себе оставить ее дома. Мне кажется, лишние эмоции сегодня ни к чему. Я понимаю. Всем привет. Цирк заказывали? Саша, ты что себе позволяешь? Ты меня позоришь. Ты назвал меня зверьком. Получай. Не заляпайся. Так, иди-ка сюда. Даже когда я решила помочь, это им мэмрия все равно не стала для нее человека. Пусти меня! Пусти! А там классно! Пусти! Мне так жаль. Я же вижу, как ты старалась. Не видать мне премии. Праздник я испортила. И позор такой. Меня Стас не простит. Стас, ну это же его дочь тебя так унизила. Ты о нем беспокоишься, а он подвергает тебе опасность. Ой, о чем ты, ну? Мелина, я не хотел говорить, но мы тогда все чуть не погибли именно из-за его долга. В смысле? Путин сам тебе все это расскажет. Просто хотел, чтобы ты знала, что ты можешь быть в опасности. Джон, спасибо большое. Я все знаю. Мало того, что ты долгов набрал, ты мне еще и врал. Я не хотел тебя расстраивать. Поэтому ты меня обманывал? Я так и знал. Я так и знал, что ты ничего не поймешь. Ты же такая идеальная. Стас, ты должен отвечать за свои поступки. Я никому ничего не должен. Я ухожу. У меня нет времени тратить на твои стенки, когда нужно разбираться с делами. Я с тобой. Ты здесь останешься, мне и так проблем хватает. Ах, я проблема? Так тебе только твои миллионы нужны, да? Уходить это не выход. Так всем будет лучше. Стас. 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 Стас, ты вернулся? Че? Мне меня хотело увидеть. Вот это у тебя фейс вытянулся. Ты такой важный вечер испортила. Я же неблагодарная зверушка. Скажи правду. Ты же меня забрала, чтобы перед всеми выпендриться и показать всем, какая ты классная училка. Чтобы премию получить. А на меня тебе плевать. О, Господи. Я из-за тебя все потеряла. Стас ушел. И премии мне теперь не видать после твоей выходки. Ты забрала у меня все, что было мне дорого. Ты сама в этом виновата. Я бы на месте папаши даже ушла бы. От такой лично недовольной, идеальной сухарихи. Ты победила? Я виновата. Я виновата, что я тебя пожалела. Что я прослушала это чертово сообщение и убедила Стаса тебя забрать. Я виновата. Что я хотела на тебя лучшей жизни. Я тоже надеялась на нормальную семью. Да вам на меня плевать. Доброе утро. Доброе утро. Стас, мне очень жаль, что так с вечеринкой вчера получилось. Та девочка вчера, это твоя дочь. Ты что-то хотела? Да, я хотела обсудить раскрутку в социальных сетях. Но давай вначале, наверное, позавтракаем. Тут кафешка есть недалеко. Кафешка? В таком виде? Ты серьезно? Так, мы сейчас все исправим. Вот. Ты не против? Да давай уже. Выхода нет. Ты чего? Что? Стас ушел. Как? Почему? Я не знаю, просто ушел. Господи, ты я во всем виновата. Я его не поддерживала, я его не слышала, я его не вдохновляла. Так, ты вообще себя слышишь? Да, женщина должна вдохновлять мужчину, чтобы он мог ей доверять. А он взял долгов и не сказал мне. А, так вот почему машину. Я его люблю. Я хочу, чтобы он вернулся. Тише, тише. Сашка где, с ним? Не, она у себя закрылась. Ну, конечно, он же не дурак брать ее с собой. Ну вот, а ты паникуешь. Не может он от тебя уйти после стольких лет. Добрый день. Здрасте. Милена Блатова? Да. Распишитесь. Спасибо. До свидания. Стас умеет извиняться, красота. Все будет хорошо, ты невероятный. Это от Джона. Это от Джона. Так, так не начинай. Ты так рыдала в последний раз, когда отец умер, а сейчас никто не умер. Послушай, поступить в мед без связей, без денег, стать одним из самых известных профи в стране, это офигенная история. Об этом нужно писать в соцсетях. Люди такое очень любят. Да. Мне всегда говорили, что я всем обязан тестью. Прекрати. При чем здесь тесть? У тебя дар от Бога. Спасибо. Алло. Доброе утро, Милена. Что, ты получила мои цветы? Да, спасибо за поддержку. Слушай, а давай увидимся сегодня, погуляем? Не знаю. Ты же знаешь, я не принимаю, ответ нет. У меня есть идея, я позвоню тебе позже. Это Джон, он хочет погулять. Соглашайся. Да, заставь Стаса ревновать, соглашайся. Чего так тихо? Где ты говоришь, Сашка? У себя. Сашка! Ты чем-то расстроен? Так, от пиарщика, как от доктора и адвоката ничего нельзя скрывать. Я могу тебе чем-то помочь? Это вряд ли. Хотя мне нужно продать часть клиники. Поможешь? Неожиданная просьба, но я подумаю. Зачем тебе все это? Зачем? Неужели ради пяти процентов? Ну, может быть, ты мне нравишься. Как хирург нравишься. И человек-то неплохой. Неплохой. Господи, возьми трубку. Если я звоню дважды, это важно. Так, надо проверить, все ли на месте. Подожди. Черт. Что? Тайника нет. Как ты с ней давно говорила? Несколько часов назад. Ну, тогда она уже далеко. Девочка, ты точно знаешь, куда идти? Это не очень хороший район. Тут цыгане живут. Спасибо, дядя Сёк. Как я выгляжу? Все хорошо. Зэ мастер вытереть слезы и вернуть себе. Шикарная вещь. Я не хочу, чтобы он знал, что я плакала. О, Лёвка, напоминь. Я тебе звоню, ты не отвечаешь. Мне нужно время отдохнуть и подумать. Это я уже поняла. Твоя дочь пропала. Как пропала? Куда пропала? Надо полицию вызывать. Нет, не вариант. Это может бросить тень на репутацию школы. И тебе премии не видать. Как звали женщину, которая с детства Сашку знала? Ну, с интерната. Валентина, кажется. Давай так. Ты отправишься к ней и попытаешься что-то выяснить. Ну, куда могла деться Сашка? Хорошо. Ты поедешь со мной? Я не могу, у меня срочная операция. Я видел твою операцию. Так, просто отзвонись мне, как что-то выяснили. Хорошо? Я спокойна. Так, вы с ума сошли? Немедленно верните дочь. Ты с дуба рухнул, какая дочь? Ты чего вообще звонишь? Ты ляма решил раньше времени отдать? Какие три? Я вам украшение на сто тысяч отдал. Я решил, что это бонус. Короче, жду новый трэш до завтра. Стас, мне нужно обсудить с тобой один момент. Послушай, у тебя есть знакомых, никому машина не нужна? Мне нужно срочно джип продать. Так. Я начинаю волноваться. Утром клиника, сейчас машина. Проблемы с деньгами? Пожалуйста, не задавай лишних вопросов. Просто спроси у знакомых, ладно? Ладно. Хотя, есть одна идея. Мне давно пора менять машину, и твоя модель мне очень нравится. Послушай, это просто замечательная новость. Спасибо тебе огромное. Барон, что, разрешил тебе вернуться? Нет, я сама решила. Мне там плохо. Ты же знаешь, барона надо слушать. Он рассердится. На меня? Нет, я же его золотая доча. Рая! Ты? Опять решила наплевать на наши законы? Янка, Дада поймет. Что поймет? Что ты маленькая Гаджи? Его слова не в грош не ставишь? Твали от меня. Ты ее посел? Стой! Валя, я могу вам доверять? Сашка сбежала. Я не знаю, где ее искать. Она сбежала к барону. Она ведь считает его своим отцом. И думает, что он тоже ее любит. Но одной я вам туда ходить не советую. Почему? Потому что он может обаять, очаровать, но он очень страшный человек. Я дам вам адрес, но... Пожалуйста, запомните. Саша не тот человек, которого можно удержать силой. Здесь нужно очень тонко. Спасибо. Дада! Дада, я вернулась! Ты? Ты что тут делаешь? Тебе, Янка, не передавал мой наказ трусить богатеньких школьников? Прости меня, бабочка. Я привезла хороший улов. Смотри. Ослушалась на тебя, Бара. Скоро реставр будет смеяться, как маленькая Гаджи, то вы помыкаете. Бэш прибул, пастери. Додься, я не разрешал тебе возвращаться. Ты должна была там работать и передавать деньги Янку. Бара, она Гаджи. Из нее этого не выбьешь. Ты тут заспел дан. Гаджи, Гаджи. Прости меня, папочка. Я своя. Своя не Гаджи. Я не могу там. Там не моя семья. Там меня не любят. Я там просто не нужна. Ты же сам хотел меня в табор вернуть, когда я в интернате была. Ай, ну не папочка он тебе. Ты бродного отца вряд ли послушалась. Ты позоришь барона. Дада, я вернулась, чтобы помочь. Ты будешь мной гордиться. У них есть деньги. Много денег. Рассказывай. Стас только и говорит, как-то миллионы сделки. Я помогу. Мы можем их нормально почистить. А то понес. Моя дочь. Докажи. Докажи им всем. Что ты умны. На Гаджи. Ну хорошо, приедет полиция. Отобьем мы ее у цыган. Вернем домой. Дальше что? Ты же не сможешь все время за ней следить. Стоит тебе на минутку отвернуться, она снова сбежит. А ты знаешь, что цыгане девочек у ее возрасте уже замуж выдают? Ты этого для нее хочешь? Мне кажется, пора спросить у нее, чего она хочет. Может быть, мы ей вообще не нужны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Проходите. Обыскались, наверное? Принимайте пропажу. Простите, прости, прости, Милена. Я больше тут не буду. Главное, что ты цела. Ты дома. А вы простите? Петр! Очень приятно. Чайком угостите? Да, да, конечно. Прошу прощения. А вы тот, от кого Нина родила? Со столом. Со столом. Спасибо, золотая моя. Спасибо. Жена у тебя. Во. Так, спасибо за то, что привезли Сашу, но мне кажется, вам пора. В чужом таборе все невесты хорошие. Береги, береги дочку. Мишто, Вэлла. Мэтмен дом. До свидания. Так, стоять! Простите меня, пожалуйста. Ты, наверное, устала. Пойди отдыхай. Спокойной ночи. Барон, ты б Сашке не верил, не твоя она, дочь. Бэш, Дени Лох, ты как со мной разговариваешь? Сашка права, у них день, хвала. Вот будешь за ней следить? Тогда и увидим, с кем она. С ними или с нами. Пулыян глаз с нею не спущу. Все-таки уезжаешь. Послушай, если я сейчас останусь, ты потом сама мне припомнишь, как я неудачник, унаследовал успешную клинику твоего отца, втянул тебя в долги. Я хочу сам разобраться со своими проблемами. А потом посмотрим. Подожди, пожалуйста. Не надо, Милен, я все решил. Единственное, что у меня будет тебе просьба, не хотелось бы тебя нагружать, но я Сашку сейчас физически не смогу с собой взять, но где она со мной будет жить в клинике? Присмотри за ней. Хорошо. Спасибо. Саша, Великая. Пожалуйста, прийдите. Кто это сделал? О, нет проблем. Пожалуйста. Здесь 50 тысяч. Машину продал. Давай бабло сюда. Не-не-не. Вначале расписка. Ты что, прикалываешься, братан? Какая расписка-прописка? Давай бабло и не выделывайся. Вы мне потом опять скажете, что я вам ничего не давал. Так что, либо расписка, либо расходимся по домам. Ты что, братан, берега попутал, а? Это что за машина? Ты кого-то нанял? Плясануть решил, а? Послушайте, я просто хочу разойтись мира. Вам деньги, мне расписка. И никто ничего никому не должен, да? Посчитайте. Слушай, что нам стоит там это? Писулька-то написать, а? Давай. Нам же за газету фигню не платят, чтобы с собой рисковать. Правильно. Да. Ну и что? Куда что писать? Поэтому ум несовершеннолетнего не так просто посадить. Удивительное познание криминального кодекса. Отличная оценка. Садитесь. А продолжит нашу тему Осипов. Играем в покер. Сашка, играем в покер. Ставлю тысячу. Спорим, я тебя сделаю. Сорян, я в завязке. Готов? Я рад, что мы поняли друг друга, господа. Как ты тут оказалась? Стас, прости, пожалуйста. Я очень волновалась. Просто было очевидно, что у тебя какие-то проблемы с деньгами. Я хотела понять, что к чему и проследила. Только не злись. Мне очень стыдно. Спасибо тебе огромное. Ты даже не представляешь, как ты мне помогла. И молодец, что не выходила из машины. Кто эти люди? Кому ты передавал деньги? Да так. Расплачиваюсь за грехи прошлого. А ты мой ангел-хранитель. Да, все правильно. Молодец. У тебя получается, когда ты стараешься. Спасибо. А ты отцу рассказала про мои успехи? И когда я с ним увижусь? Я, конечно, рассказала. А встретишься ты с ним завтра, поедешь к нему в клинику. А что с тобой случилось? Ты совсем другая. Я поняла, кто моя семья. Сашка. Ты очень талантливая. Спокойной ночи, малыш. Продолжение следует. Хорошо тебе провести время Когда ее забирать? Посмотрим, сколько я смогу удержать Отец, не дребь Пойдем Пока, Велик, пока А я думал, что ты пойдешь по стопам отца И будешь сама руководительникой Ты знаешь, я люблю работать с учениками Смотреть, как они растут Их успехи Ты удивительная Я столько лет не могу тебя забыть Джон, ну что ты Мы с тобой были совсем дети 17-18 лет А тебе не кажется, что Наша встреча и Эта история Со Стасом и Клиникой Что это все какие-то знаки Не знала А я все думаю О взрыве машины Я уверен, что это из-за Стасов Он снова куда-то вляпался А я хочу тебя от этого защитить Спасибо, Джон Ты настоящий друг Фигаси у тебя тут Так, это что? Это аппарат ИВЛ Он помогает поддерживать жизнедеятельность организма Так, 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 так Слушай, а что у тебя за сделка Про которую ты мне лень говорил? Продаю часть клиники Да А когда она будет, эта сделка? Надеюсь, что скоро А почему ты интересуешься? Ну, так Просто интересно Ты же вроде говорил, что Когда эта сделка закончится Домой вернешься Так А вот так вот выглядят импланты Ну как? Или лучше нос? Скажи, отец Чтобы ты мне поправил Так, дочь Не говори глупостей Не всем нужно в себе что-то менять Тю Ты же лава теряешь Послушай Некоторые люди пытаются Изменить свою внешность Не понимая, что главная проблема Она внутри Никогда не наживайся на слабых Спасибо тебе огромное За такой потрясающий день Мне очень красивый букет Мне нравится заботиться о тебе Джон Я уже уходил Хорошего вечера Доброго Пока Ужинать будешь? Буду Голодный, как зверь Так Ну я, наверное, пойду Подожди Может быть, ты поужинаешь с нами? А что, на ужин? Курица с артишоками Пюре из тыквы Нет, я не голодный А можно с тобой поговорить? Надеюсь, что За время нашей совместной жизни Я заслужила пять минут внимания Мне показалось, тебе без меня гораздо лучше Тебе показалось? А Джон просто мой друг Конечно Я хотела сказать Я простила тебя за вранье Я очень прошу тебя вернуться Зачем? Ну, как? Зачем? Зачем? Ну Надо целиться в местной жизни Я думала, это Подожди У тебя другая женщина Я пойду Фу Прости, но это реально фу Ты умеешь, где ты Жареную корсашку? Что? Что-что Ты так мужика не удержишь Вообще удивительно, что он с тобой так долго протянул А ты знаешь, как мужика удержать, да? Конечно У нас в семье было так Лучшая женщина Она вся такая правильная И всем рассказывает, как им жить То ее замуж никогда не возьмут Это позор всей семье Я бы с тебя человека за день сделала Ну, прям за день Зачем тебе это надо? Ну Смотри Вы обещали мне нормальную семью Разве нет? Глядишь, витец вернется А знаешь что? А давай Отлично Завтра выходные В школу не идем Живем один день По моим правилам Заметно Только не говори, что ты браешься учить меня воровать Нет Тебе без шансов Тут еды нормальные пожрать можно А не всякой фигни, которую ты готовишь Ты шутишь? Смотри, какие пирожки зачетные, а? Тамусик приведули А нам два пирожочка Только для своих А Шулик для тебя самые свежие Мы сейчас в больницу попадем от этого От этого точно не попадем Правда Тамусик Держи Давай, давай Он такой жирный Жуй! Ну как? Вкусно? Ага Хорошее начало Спасибо Своих угощает Ну что? Спасибо большое Офигенно Рая! Раечка! Саш! Моя ты золотая Раечка! Ты Милена Моя Ну живая у нее в общем Здравствуйте Ай, нэ-нэ-нэ-нэ Красивая ты Спасибо А с мужиком проблемы Надо что-то делать, Рая Зажатая ты Зацементированная Девушка, вам помочь? Да не-не, все хорошо Это моя знакомая Спасибо А ну королева снежная Садись Я тебе Картишки разложу Давай, давай Садись Садись Как всегда Вижу замужем ты Ну а почему-то одна Женщина возле мужчины крутится Но любит он тебя Ты должна его отпустить И тогда он вернется Как это понимать? Тебе решать Это не я Это карты говорят Стас Извини, что я без спрос Я решила немного у тебя убрать Ты не можешь жить в кабинете Да я знаю У меня уже от дивана спина болит Давай ты поживешь у меня Только не воспринимай это Как намек Или еще что-то Ну У меня Большая квартира Есть комната для гостей Да блин Не могу Ну ты представляешь Как со стороны Это будет выглядеть Ну а ты представляешь Как ты сейчас Со стороны выглядишь Даже инвестора сюда не позовешь Какая-то ночлежка Ну да, ты права Ты права Хорошо Я тебе уже говорил Что ты ангел Ну было дело Ну что, здорово? Да Так, давай Я прогрела резину Залазь Я? Да не, ну что-то Я уже старовато Для таких вещей В смысле старовато? Поэтому тебе Раи сказала Что ты зацементированная В этом твоя проблема Понимаешь? Давай, залазь, что ты Это же весело Расслабься Ну, для тебя это весело А для меня уже Знаешь, поздновато Хочешь, я тебя еще покатаю? Или домой поехали Нет, меня не надо Я понимаю, что ты безнадежна Пойдем отсюда Черт Тебя долго ждать? Ха-ха-ха Поехали Встречай, черт-р-режим! Ух ты Паро Там Сашка Какую-то свою игру ведет Не похоже, чтобы ее в новой семье прям обижали Ты видел, как она Время с этой телкой проводит, как ее Милена Ты что, не знаешь, что Сашка великая актриса? Не сможет она их развести Близко слишком стали Гуди А ты знаешь, что, Ленка? Ее надо проверить Румни она Или Годжи Вы уж простите этих дурек Но на будущее советую вам страховать машину Мало ли что Надеюсь, я больше этих никогда не встречу Не завидую я вам Милкую вашу охранника еле словили Вот этого за палец кусал Извините Да Да, дорогая Между прочим, больно Вы, кстати, в курсе, что это хулиганство? Так, ты мне статью не шей Я закон знаю Она знает Тихо Все, разобрались Есть еще претензии? Саша Слава Богу Спасибо, что так быстро приехал Хорошо, что они не вызвали полицию Вот это вид Слушай, я даже не знал, что у тебя кроссовки есть Саша Признавайся, твоих рук дело? Нет Это Милена предложила подурачиться Кстати, было весело А потом эта чепуха с машиной приключилась Я тут вообще ни при чем Ты подурачиться Не ожидал Ну и как? Понравилось? Понравилось Да мат мне в шоке Вас подвезти на такси? А почему на такси? Где машина? Слушай, не надо нас подвозить Мы с вами дойдем Ты же пиццу еще хотела поесть? Да? Да Ну, все, пока Ай-не-не Я же говорила, что сделаю с тебя человек Молодец, Великая Червяков, давай Че, пухляк, застал? Это тебе не булки жрать Тихо Пошел Пошел Ты чего? Мы же просто пошутили Все из-за тебя Теперь меня все пухляком называют И даже папа говорит, что все правильно Что я жирный Я его позорю Ненавижу тебя Пошел Ладно, Тёма Проехали Если помнишь Ты первый начал Но Я умею прощать Мир Пошел Так что вы решили? Вы выкупите мою долю? Стас, прости Сейчас не самое лучшее время Нет Да Прости, что без звонка Как хорошо, что ты еще тут Да Ну а ты чего пришел? Спросить разрешение подкатывать к моей жене? Нет Я пришел, чтобы ее защитить И поэтому готов купить долю в твоей клинике за 3 миллиона Эй, я понимаю, что у тебя кризис, но это же не повод так одеваться Ты все-таки работаешь в лидном лицее Похоже, что Стасу я так нравлюсь больше Да? Да Ну я за тебя рада, но переодеться все-таки надо Смотри, что пришло Это из Дубая Как думаешь, что ты приглашение в Дубай или вежливое письмо была Павлавова, нам понравились, но не подходите? После провала с ХТД, я думаю, что вежливый отказ Господи Ну что? Что? Юльичем Дубая Лучшим учителем города Я не думала, что скажу тебе это, но ты справилась, Саша А я тебе говорю А я тебе говорю А я тебе говорю Эй, пухлый Привет Который час мне подскажешь? Четырнадцать Воу, воу, воу Вот это телефон А что ты жадный, а? Телефон отдайте Янка, отдай ему телефон Подайте телефон Янка, отдай ему телефон Эй, 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 ты что, с дубой рухнула? Так нельзя, он слабее Ты что, разведи лоха, чтобы не жить плохо Ты что, себя королевой базовала? Я же что дата расскажу Да валяй, вон пошел Ты обалдел? Стой Гаджи Стой Стас Я тут подумала о потенциальных инвесторах Не переживай, все решилось Джон выкупит часть клиники Правда? Угу Это же отличные новости Поздравляю тебя Спасибо Давай, заходи Простите, что отвлекаю такого важного дела У нас мальчику нос разбили Можешь посмотреть? Садись Вот же ж Сейчас не об этом Это ты его ударила? Триста раз тебе говорила Не я Хочешь верь, хочешь не верь Ну а кто? Не я Разве тебе этого мало? Когда мой косяк, я говорю Но это сделала не я И украшения твои тоже не я украла Хорошо Так больно? Немножко Сейчас Артем Сыночек Эта интернатовка тебя покалечила Девушка У вашего сына легкие уши А моя дочь не интернатовка Выйдите, пожалуйста И дайте закончить работу Мам, все хорошо Уйди Выйдите Сынок, я тебя жду на ресепшене А с вами Мы еще разберемся Снежан Подождите Стас настоящий профессионал С вашим мальчиком все будет хорошо А если у него сломан нос? Это по-вашему хорошо? Да все с ним нормально Это ты, маленькая интернатовка Покалечила моего сына Я глава родительского комитета И вы обе за это ответите О, господи Так, быстро рассказывай, что случилось Я должна тебя защитить Артем сам упал Ну а телефон? Я не могу сказать Понимаешь? Но это сделала не я Разве это не главное? Ладно Я попробую ее успокоить Но ты молись, чтобы у него не был сломан нос Добрый вечер Уважаемые родители Учителя Актив школы Я благодарю вас, что вы откликнулись и приехали То, что произошло с моим сыном Может случиться с ребенком каждого из вас У нас был прекрасный класс и школа Пока не привели вот эту интернатовку Она не просто ограбила моего сына Она подвергла его здоровье опасности Поэтому Я предлагаю ее исключить И изолировать А позвольте, я скажу несколько слов Конечно Спасибо Здравствуйте Во-первых Я хочу сказать, что Саша Не интернатовка А моя дочь Во-вторых, я Понимаю ваши чувства Правда, понимаю Я считаю, что драться плохо Но при этом я верю своей дочери И я верю, что она этого не делала Если вы примете решение ее исключить Я тоже ухожу Милена Александровна Давайте Давайте оставим эмоции И постараемся Спокойно разобраться с ситуацией А вы хотите сказать, что мой сын врет? Нет Это совершенно не то, о чем я говорила Я знаю Артема Он ученик моего класса Очень талантливый мальчик Но ему не хватает внимания И на мой взгляд Вам стоит пересмотреть методы воспитания А вы знаете, я с вами согласен Здравствуйте, я Здравствуйте Отец Артема Я постоянно говорил его матери, что она не права Растит слабака Может из-за этого мы и развелись Он даже девчонка его побил Да не побила я его Он сам упал, правда А длится он на меня правильно Я его обзывала Артем Прости меня Ты не пухляк Мама Это не она Другой чувак забрал мой телефон Она наоборот пыталась меня защитить Ну что, мам, едем домой? Да Ты с нами поедешь? Можем поужинать Мам Я думаю, что у папы сегодня другие планы Садись Милен, прекрати Ничего не было Знаешь, я такая дура была Я Я все думала, что во мне проблема Что мне надо измениться Я хотела тебя простить Я хотела Я хотела тебя понять Но ты просто взял и ушел к другой женщине И нет, чтобы сказать мне честно Прямо Нет, опять вранье Про долги ты мне врал Про женщину ты мне врал Ты знаешь, я больше тебе не верю Отлично Спасибо, что облегчила мне выбор Я, ты знаешь, еще сомневался С кем мне быть? С девушкой, которая меня поддерживает Либо со стервой, которая считает себя святошей Поехали Спасибо, что пришел поздравить с днем рождения Часто тут бываешь? Да А если бы ты знал, что мама беременна Как бы ты поступил? Я бы тебя никогда не бросил И почему тогда сейчас вот у меня морозишься? Я запутался Но знаешь что? В школе я понял, насколько ты крутая Правда В тебе есть смелость, которой даже мне не хватает Прости меня Прости меня Я знаю, что я не самый лучший отец Нина была особенная И ты очень на нее похожа Уйди, пожалуйста Я хочу поговорить с мамой наедине Я тебя одну тут не оставлю Я не одна, я с мамой Мне кажется, ребята тут тихие Ну ладно Я тут рядом Я Роза Маркова Я узнала детали договора с Джоном Подписывайте его самоубийство Выкладывайте Мам Я дала папе шанс, как ты и хотела Он неплохой Дурак немножко Но в целом крутой И врач хороший Видела бы ты, какие сиськи он делает Я учусь много, прикинь А возможно, даже стану доктором Как ты и папа Мам, я люблю тебя Спасибо тебе за помощь Слушай Хотела тебе сказать Мне по-настоящему нравится, Стас Я думаю, что у нас может что-то получиться Я могу остаться в клинике? Это все зависит только от тебя Конечно Пожалуйста Оставайся, если хочешь За успех И за любовь Хотя Ты же получила деньги за то, чтобы разрушить его брак Я думаю, что он останется с тобой, если узнает им это Держи свой красивый ротик на замке Значит, ты пожалеешь об этом Тихо Тихо Ты уже в края опустила Трубку от барона не брать Когда будут деньги? Я не знаю Тихо Я дурачок, по-твоему Я же тебя прям здесь заряжу А кто ее не заметит А ты выбирай Твоя жизнь или его деньги Ну? Через неделю после клиники будет большой джип В точно то время спрошу завтрак Пусть я ее взял Тихо Молодец, другое дело А если ты мне врешь или попробуешь ждать Я же тебя из-под земли достану Тебе не жить Пошла Ну что, поехали? Папа, есть одна проблема, нужно поговорить, пожалуйста Саша, мне на сегодня уже проблем хватает Давай в другой день Поехали Как я могла верить человеку, который меня столько лет обманул Давай не будем говорить о Стасе Я хочу поблагодарить тебя за доверие Что дала мне второй шанс Я не такой, как он, и я смогу тебя поддержать И поэтому я лечу с тобой в Дубай За поддержку Добрый вечер Я смотрю, ты не одна Да Не ты один строишь личную жизнь Джон Hello, Стас А ты здесь поселился? Саша, иди собирай вещи, ты едешь со мной Воу, воу, уступальничка Собирай свои вещи Стас, пожалуйста, мы можем поговорить наедине? Позволь А где наши общие фотографии? Сожгла уже? Ты куда собрался Сашку забирать? В клинику? Кто тебе сказал, что я до сих пор живу в клинике? У меня тоже есть личная жизнь Ну, тогда тем более, зачем тебе ребенок? Выбрось жвачку в мусор Это некрасиво Ты мне вроде не отец Поэтому закрой рот и сожри что-нибудь Курицу, например Когда мы будем жить с Миленой Тебе придется вести себя по-другому Слушай, а давай я тебе погадаю Что? Ручку? Сашка останется со мной, это не обсуждается Я ее законный отец и, между прочим, опекун А у тебя Дубай, премии, билеты на послезавтра Я тебе так просто не отдам Я буду бороться, это мой ребенок тоже У тебя нет шансов И адвокаты тебе обязательно об этом расскажут Вижу дальнюю дорогу Ты ввалишь свою Америку и оставляешь миллионов покоя А если вдруг ты решишь остаться Страшные вещи показывают линии на руке Позор страшный Я бы не спорил с судьбой We'll see Саш, Саш, подойди Подожди секунду Ты иди, я догоню Пойду к Артему Мы теперь друзья по разводу Что-то типа того Хорошо, только на урок не опаздывай Хорошо Пикни же, порежу Что у тебя? Дело есть Привет, пошел Давай садись, барон хочет, чтобы вернулась Нет, нет, я не поеду, я не сделала то, что обещала А, уже и не надо Просто садись, поехали Нет, я не хочу Давай, давай, давай Я не хочу Да я не хочу Я не хочу Повышай, повышай Давай садись Давай садись Еще по нашим вопросам. Первое. Ты лишаешься права голоса во всех спорных вопросах. И второе. Минимум три года ты не имеешь права увольняться из клиники. Станислав, вы согласны? Это худший договор из всех возможных. У меня нет выбора. Что ж, уверен, нас ждет прекрасная кооперация. Не понимаю, зачем вы наставили на встрече? Ни один суд не передаст девочку Милене. Она с Сашей фактически чужой человек, вы понимаете? Дочь должна жить с отцом. Секундочку, насколько я понимаю, совершенно непонятно, где сейчас проживает Стас. И подходят ли условия для жизни ребенка. Так, так, так. Моя дочь останется со мной, это не обсуждается. Я ее биологический отец. Только тебе она не нужна. Ты вообще ее не хотел. Прекратите! Я хочу жить с вами обойной, всей семьей. Вы же обещали мне. Это невозможно. Тогда ни с кем из вас возвращайте мне обратно в интернат. Саша. Саша, пожалуйста, вспомни, что это я тебя забрала из интерната и я тебе во всем помогала, а он тебя хотел в какой-то пансионат отдать. Конечно, конечно, это ты ее забрала, но все это ты сделала только ради своей премии. Да что ты, хватит! Господи, какие вы дураки, я хочу домой! Саша, Саша! Лена, Лена, погоди. Ей нужно остыть. Сейчас ты сделаешь только хуже. О, боже мой, какая тяжелая была встреча. Мне еще вещи собирать завтра в аэропорт. Саша! Саша! Это что за беспорядок такой? А что случилось? Серебро. Фамильное Серебро. Господи, она украла мамино Серебро. Она же знала, как это важно для меня. Кажется, она сбежала, она оставила записку. Неисправимый ребенок. Не ищите меня, я к вам больше не вернусь. Милена, это не твоя дочь. Этот неблагодарный ребенок превратил твою жизнь в кошмар. Пусть Стас сам ее ищет. Да. Сашка сбежала. Она украла все Серебро, может еще что-то, я не знаю. Она оставила записку, что больше не вернется. Это все ты виновата. Зачем ей нужно было говорить все эти гадости обо мне? Так, ладно, я поеду ее искать. Дай мне адрес тех цыган. Я думаю, она у них. Я надеюсь. Хорошо, сейчас. Райя пхенули, сарчи юри. После чала. Королева Мури. Что происходит? Вы будете просить выкуп? Выпей. Ты, пан. Зачем выкуп? Мне и так хорошо заплатили. Так что, собирайся. Кто заплатил? Лачерума. Достойные люди. Ну не бойся, я не на органы тебя продаю. Воспитают из тебя достойную невесту своему сыну. Я не хочу никуда ехать. Ты что, традиции наших не чтишь? Ты же одна из нас. И ты сама этого хотела. Я хочу домой. Янко, погалок и кор. Пусти меня. Пусти меня. Стас, давай в полицию, слышишь? Я. Брат, я не знаю, что ты задумал, но ты поступаешь неправильно. Ром-ром-эса, агаджо-агаджеса, пулыян-бибахтали. Вы чего? Я отец Саши Великой. Она тут? Я хочу с ней поговорить. Мужик, топай отсюда. Нет ее тут. Так, просто передай мне, что я хочу ее забрать. Что, глухой дурной? Нет ее здесь? Так, ушел с дороги. Стас! Валите отсюда! Валите! Милен, тебе надо успокоиться и думать о своей премии. Завтра мы будем в самолете, и все будет окей. Ну, а Сашкой? Сашкой должен заниматься ее настоящий отец. Наверное, ты прав. Я так устала. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Саша. Добрый вечер. Можно Сашку? А ее нет. Блин. Она трубку не берет. Я очень сильно волнуюсь. А что случилось? Почему ты волнуешься? Сегодня утром на нас напал цыган. Он украл мой телефон и пытался увезти Сашку. Она его очень сильно боится. Боже мой, какой ужас. Бедная девочка. Ой, какая я дура, господи. Нам нужно ехать в полицию. Да, конечно. Я с вами. Мой папа нам поможет. Он полицейский. Добрый день. Семен Андреевич. Семенович, мою дочь похитили. Я уверен, что она в цыганском таборе. Пожалуйста, верните ее. Присаживайтесь. Мой сын мне об этом рассказал. Вы, главное, успокойтесь. Артем мне сказал, что девочки угрожали. Можно предположить, что ее похитили ради выкупа. Мне кажется, что сейчас будет целесообразно поехать домой. И ждать. Тем более, что вашим делом мы уже занимаемся. Как ждать, если ей может угрожать опасность? Вы не понимаете, как это? Вот сидеть одной и ждать. Я с ума сойти. Так может нам ждать новостей вместе? Ну, что-то логично. Цыгане же в курсе вашего адреса. Так что поезжайте домой и ждите. Может быть, под дверь что-нибудь подбросите. Нет, нет, я тебя не оставлю. Вот вам мужчина. И вам девушка. На квартире лучше не отсвечивать. Посторонние могут спугнуть похитителей. Если будут новости, ты мне позвонишь. Конечно. Не переживай. Едь домой. Все хорошо. Семен, я могу с вами поговорить? Почему ты поменял план? Тебе больше не нужны деньги Стаса? Ты зачем рисковать? После того, что произошло, они тебя искать не будут. Ты им не нужна. У них теперь своя жизнь, а у тебя своя. Отдать дочку в клан Барои, это надо счастье иметь. Это что, те контрабандисты на границе с Румынией. Там же сам барона вроде сидит. Выпустят. Как только захочет жениться, выпустят. А я давно хотел с ним бизнес замутить. А тут такой вариант породниться, да тусу. Станешь королевой контрабандиста. И запомни. Ты в семье. И ту нагоди. А Руманы чай полы, я. Бешенду! Янко! Я кофе сделал. Мне надо ехать. Сейчас? Ты что, шутишь, что ли? Прости, но я должен отдать долг. Это и твоя безопасность в том числе. Они, может быть, Сашку из-за этого долга и украли. Ты полиции об этом говорил? Они так и не нашли человека, который взорвал машину. Все под контролем. Знаю, я твой контроль. Привет. Привет. Ну что, новости есть? Нет. Нет никакой информации. Они не звонили. Так, давай собирайся, пара в аэропорт. Я никуда не поеду. Ну, сидеть думаешь, да, я тоже делу не поможешь. Есть Стас, есть полиция. Стас, если она не полетит, она лишится премии. Полети, ну, правда, это мечта всей твоей жизни. Я тебе обещаю, я со всем разберусь. А я не могу на тебя рассчитывать. Я останусь искать нашу дочь. Я все решила. Хотя бы бери трубку, когда я звоню. Ну, где ты будешь ее искать? В вокзала прочесывать? Комара, Комара, вы меня помните? Ну. Вы Сашку не видели, я ее ищу. Нет, Сашку я давно не видела. А что случилось-то? Я украли. Помогите мне, пожалуйста. Так, кто может что-то знать? По всем беляшке? Занято, переучен. Тебе надо раю найти. Больше тебе никто ничего не скажет. Правда, сегодня полиции много. Гоняют все его. Ну, не факт, что она сегодня работает. Я попробую ее найти. Где искать? Попробуй в зале вокзала. Может, она греется так. Хорошо, спасибо. Ну, что, на этот раз ты один? Да, как договаривались. Здесь все, кроме стоимости взорванной машины. Это ведь вы сделали? Прикольный был фейерверк, да? Борзый ты в таз. Ладно, будем считать скидкой за неудобства. На расписке. А то опять ныть будешь. Деньги за побряковки добавил? Сотка. Все нормально? Ну, что же, надеюсь, больше не увидимся. Ну, если тебе там деньги понадобятся, обращайся. Ну, там, быстрый кредит, все дела. Обращайся. А что дальше? Ну, что, теперь у нас есть их признание. Конечно, взрыв автомобиля без пострадавших это не самая серьезная статья. Но будем надеяться, что чемодан с маячком приведет нас кому-то покрупнее. Спасибо. Есть новости с обыску дома обороны? Да, девочки там нет. Семен сказал, что ты будешь здесь. Ты не брал трупа, я очень волновалась за тебя. Прости. У меня сейчас все мысли заняты тем, как найти Сашу. Ты не рад меня видеть, да? Я ни в коем случае не хочу тебя обидеть. Просто сейчас, как же это сказать, все как-то не вовремя. Не оправдывайся. Ты все еще ее любишь, да? Пока. И будь осторожнее с Джоном. Рай! Рай! Ай, нэ-нэ, красавица! Позолоти ручку, погадай. Сашка пропала. Мне не найти. Ты знаешь, где она? Вижу девочку из Светлого Росева. Лет 12. У нее долгая дорога в новую семью. Продали ее. Вижу горы на границе с Румынией. Село небольшое. Название не знаю. Знаю только, что хозяин Бару. Спасибо. Ч-ч-ч-ч. У нас, у цыган, есть дар. Хочешь, верь, а хочешь, нет. Но девочку спасет. Только ее родной отец. Принеси поезд, снова 3-4-5. Учительница на 6-8. Как ты узнал, где я? Света сказала, ты же трубку не берешь. Ну, удалось что-то выяснить? Она на границе с Румынией, ее украли. Надо срочно ехать. Я поведу. Алло, узнала что-то? Да, есть оценка. Я уже выезжала. Я перезвоню. Что ты от беленьких таких не видела у нас, среди наших? А ты плачь, милая, плачь. Я тоже плакала. Мне девять было, когда родители меня в другой табор продали. Я так не хочу. Я хочу быть свободной. Дочь, ну ты же не мужчина. Это им все можно, а нам нельзя. А мы все вроде нас постиру там, где джуймо. Мы накамав. Отпустите. Меня похитили. Я не цыганка. Я даже не дочь Пети. Да не бойся ты так, милая. Семья хорошая, зажиточная. Бить не будут, если только по делу. Слышишь? Музыка. С размахом тебя встречают. Сватовство будет знатное. Ой, там, и там, и там, и там, и там. Можно я пойду подышу? Меня никто не увидит. Ну иди, моя хорошая, иди. Только недолго. Музыка. Музыка. Нет, я не убил ее. Не хочу брать грех на душу. Что, кто ее ищет? Я не скажу, где мы. Моро серьезный человек. Я не буду с ним ссориться. Что, боишься, что я тебя сдам? Это ты цыгану говоришь. Придется доплатить, милый. Би бахтало, чуркало. Суто, отдай крес. Дочь? Дочь, ты почему не одет? А? Когда будет какая-нибудь информация, я тебе перезвоню. Хорошо? Давай, пока. Какой он навязчивый. Каждый час тебе звонит. Я бы назвала это заботой. Ты что, ревнуешь? Слушай, голова очень болит. У тебя есть таблетки? Да. Во внутреннем кармане, как всегда. Сейчас. Так, так, так. Это что? Господи, это не то, что ты подумал. Это я взял в залог и собирался вернуть. То есть, когда я обвиняла Сашку в краже, ты просто взял и промолчал? Так все, все. Ну, можешь не продолжать. Началось опять. Ты идеальная, а все вокруг нет. Кстати, мы недалеко до границы. Куда дальше ехать? Может, твоя цыганка тебя обманула, а? Лапши на уши навешать? Ну, я хотя бы что-то сделала, чтобы Сашку найти. А ты что сделал? Да, Семен. Слушай, ну, еле нашел. У них этих барок, как у нас Саша. Он барон в селе Граничное. Значит, бросаю у тебя координаты. У своих потороплю. Ну, сам понимаешь, далековато. Спасибо. Мы уже едем. Поехали. Вот, Калым. За девочку. Романулаф. Ромалы. Не даром мы Сашку Золотой зовем. Баро, отправь ее побыстрее к брату. В Румынию, а? Чего вдруг? Ты же сам сказал, что для твоей дочери честь служить моей семье. Или ты больше не хочешь на ней бизнес сделать? Да нет, тусов, Баро. Стыдно признаться. Разбаловал я свою дочь. Норовистая. Снижать может. Ну, а Баро талантливая. Как она ворует Баро. Петя. Мягкий ты стал. Сось. Хорошо. Отправлю ее в Румынию. Будет нам евро приносить. Бровинта. Зорбах со степета дал. Хорошо. Показывай дочь. Гавай! Пусть тут! Газуль! Газуль! Еще! Еще! Давай! Без вариантов. И сети нет, а? Черт, ну почему все и сразу, а? Мы ее не увидим больше. Так, 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 истерикой делу не поможешь. Успокойся. Пойдем через лес. Тут недалеко пару километров. Знаешь что, надень перчатки, чтобы не замерзнуть. Ты что, об нее заботишься? С каких-то пор? Мне казалось, я всегда о тебя заботился, нет? То есть ты на меня женился не только из-за денег моего отца? А, смешно. Нет. Я любил тебя. Для меня ты всегда была моим личным Эверестом. Ну, кто ты и кто я. Ты была моим стимулом. И только благодаря тебе я достиг всего, что имею. Куда же все это делось? Мы все совершаем ошибки. Ну, все, кроме тебя, конечно. Ты, Господи, ты не представляешь, насколько иногда сложно соответствовать. Я не могу быть идеальным человеком. И иногда проще промолчать о проблеме, чем сказать и получить двойку. То есть я училка? Училка не только в школе, но и дома. Ну, такая секси-училка. Машина. Эй! Стойте! Стойте! Это варварство! Тихо! Я человек, мне нельзя продать! Дотя, не позорь меня, Дотя. Я тебя прокляну, слышишь? Ай, вправду, брыкастая. Баро! Я тебе правду сказал, разбаловал я свою дочку. Да быстрей уже в Румынию ее, отправляй. Я слышал, у вас и туннель есть? Есть. Если Колым уменьшу. Договоримся. Папа, я хочу танцевать! Танцевать, танцевать! Но веселая! Камп! Музыка! Ура! Давай, аккуратно. Ну вот, дом барона. Дальше вы сами. Они чужих не любят. Ну как же, там наша дочь, пожалуйста. Я не полицейский, я фельдшер. Ребята, разбирайтесь сами. Скажите, у вас форма есть? Есть. Ну что, вечер. Пора собирать Сашу. Поедет к брату. Послушайте, я вам еще раз объясняю. Кто-то из ваших вызвал скорую. Я не могу не войти. Михай, готовь машину! Пусти меня, пожалуйста, пусти! Тебя давно пора уму-разуму научить. Все. Все, пусти. Я поеду. Поеду. Правда, поеду. Не трогайте мою дочь! Вы кто такие? И что вам надо? Барон, послушай, Петя тебя обманул. Я не цыганка. Ай, вы чуть не взяли качи в семью, слышишь? Чего? Они врут. Сашка моя. Откуда она цыганский знает? Тогда объясни, кто эти люди? Бейте обманщиков! Брось лопату! Это моя дочь! Кто подойдет, убью! Вы поняли? Брось лопату! Брось лопату! Петя! Петя! Опусти пистолет туда. Давай спокойно, спокойно поговорим. Я до трех считать не буду. Ты можешь убить меня, но свою дочь я тебе не отдам. Ты понял? Всем отдаваться на мистик! Не двигаться! Не двигаться! Милена, ты в порядке? Саша? Что ты здесь делаешь? Семен сказал, что... Сказал, куда вы поехали. С тобой не было связи, я испугался. Витя, я должен защищать тебя. Кто все эти люди? Это полиция? Нет, это охрана. Они мне помогают. Не волнуйся, теперь ты в безопасности. Петя! А ну-ка объясни мне, почему Сашка называет этого гаджа отцом? Петя, кто-то заплатил, чтобы я исчезла, и он решил вам меня сбагрить. Это правда, я слышала их разговор. Язык проглотил! Прости, Бару. Мне дали много денег. Я хотел вложить. В наш бизнес. Я не хотел, Слав. Кто заплатил? Он мне три ляма дал. Не убивай, Бару. Не надо. Это ты, таракан рыжий. Ты Фетя заплатил, чтобы я умерла. Ты хотел, чтобы меня не стало. Хотел мне левую девку сбагрить, а деньги себе в карман положить. Нехорошо. Ах ты мразь, а. Стоять, не двигаться! Милена, эта проклятая девчонка, она хотела нас разлучить. Милена, слышишь? Это все ради нас, только ради нас, Милена! Милена, ты болен. Ах ты ж, маленькая дрянь. Нужно было тебя сразу задушить. Задуши! Стоять, не двигаться! О чем дело? Я же вам заплатил, вы должны мне помогать. Ты? Я? Как вы там говорите? Вы имеете право хранить молчание. Ведь это и так уже достаточно наговорил. Увести его. Пошли. И этих заберите. Кому говорят? Начальник! Оставь мне цыган, я сам их накажу. После суда заберешь. А сейчас все по закону. Ну а потом Джон начал искать частное охранное агентство. А поскольку мы его телефон прослушивали, то этим агентством оказались мы... Послушайте, а я думала, наша полиция только барыжничать может. А оказывается, нет. Так. Саша. Дочь. Спасибо вам большое, правда. Да не за что. Ну простите, сами понимаете, бусик у меня заполнен. Но если хотите, могу за вами машину прислать. И бойца оставить для охраны. Не надо. Как-нибудь управляюсь. Лады. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Я не понимаю, как Джон мог так поступить. А что тут понимать? Я его предупредила, что ему лучше исчезнуть. А то... В общем, он придумал, как решить со мной вопрос. Кардинально. Опять я не захотел меня убивать. Решил сплавить меня в умынию. И заработать на этом. Я думала, что они моя настоящая семья. А когда поняла, кого я люблю по-настоящему, было уже... Простите, пожалуйста. Мы все наделали ошибок. Предлагаю начать все сначала. Идите ко мне. Как же я люблю вас. А как мы выбираться отсюда будем? Хороший вопрос. А вот и ответ. Ну что? Давай. Ты уверен? Справишься? Абсолютно. Давай залазь. Прыгай. Давай. О, да. Эх, прыгачу. Ну что, готовы? Да. Эх. Абсолютно. У-у-у-у. Вода. У-у-у. Ну, Вена, набирай давай. Да. Сейчас наберу. У-у-у. Алло. Алло. Ку-ку, мама. Ты где? Все уже собрались. Давай быстрее. Сейчас, сейчас. Я уже близко. Ладно, с таким животом быстро подвигаться. Все хорошо. И сейчас мы будем открыть нашу серебро. Я держу за тебя кулачки и кругляшки. В этом году это точно будет шты. Я не знаю, мне кажется, хотя Джена меня обидела, что я не прилетела. Да перестань. У тебя уважительная причина. Тебе вообще-то нельзя летать. Держи, поймут. За невероятные успехи в обучении детей. За новаторский подход. За веру в каждого своего ученика. Лишься драматическая пауза. Лишься драматическая пауза. Домбо. Домбо. Уже есть все, что нужно для счастья. Подождите. Хотя Джо говорит, что это не все. В этом году впервые не один победитель, а два. И второй победитель — один из лучших учителей, которых я когда-либо встречала. Она знает, как воплощать в жизнь детские мечты, и это... Милена Кулатова! Да! 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 Давай! А я же говорила! И я ставила на тебя! А я же говорила! А я же говорила! Поздравляю! Спасибо! 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 Ту-у-у. Спасибо!